Дом номер 17 по улице Советской построен более полувека назад. Ремонта здания требовало давно, и вот жильцов осчастливили. Отремонтировали кровлю. Два года назад у нас делали здесь капитальный ремонт. То есть меняли крышу, какие-то строительные работы велись. И после этого у нас началась вот эта вот течь. Ирина Панфилова живет в этом доме со дня сдачи. Поначалу ремонт кровли порадовал. Год не было никаких проблем. Но в минувшую пятницу в квартире началось настоящее бедствие. Поставили несколько тазов, наверное, 5 или 6 тазов. Постоянно меняли эту воду всю ночь. То есть я спала на полу, а муж бегал с этими тазами. Подобна ситуация во всех квартирах на верхних этажах. Руслан Дудолкин затеял был ремонт, но работы пришлось прекратить. А все, что уже сделано, по его меткому выражению, коту под хвост. Вот у нас протекает. Значит, начал ремонт делать. Вот. Да из-за этого все пришлось остановить, потому что... Из-за того, что течет крыша. Все время постоянно капает. Вот. Ну, то же самое у нас сейчас вот и на кухне, если хотите посмотреть. Размеры бедствия лучше всего видны на лестничной площадке. Здесь также в прошлом году был сделан ремонт. Теперь о былой красоте жильцам придется только вспоминать. Смотрите, как здорово сделали. На каждом этаже вот этот вот дневной свет. И Даши написали, и интернет провели. Ну, вот, пожалуйста, живи и радуйся. Казалось бы. Ну, видите, что творится. Жильцы исправно платят по счетам, приходящим из УК ЖКХ. Именно она обслуживает этот дом. Но в пятницу вечером и в последующие выходные все телефоны организации, по словам жильцов, молчали. Тогда Ирина решила пойти другим путем. Я написала вот жалобу на сайте Добродел. И только в 4 часа, по-моему, дня, ну, может быть, в 3 часа дня, пришли какие-то товарищи. К нам они не заходили. Они сразу полезли на крышу. И вот с субботы они каждый божий день, как вот на работу, ходят, чистят снег. Действительно, снег с крыши оперативно чистили. Но это лишь временное решение проблемы. О том, что делать жильцам в данной ситуации, нам рассказал главный специалист отдела ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ленинского района Антон Замятин. Необходимо в случае протечки обратиться в свою управляющую организацию, в первую очередь, обслуживание дома, для составления соответствующего акта, чтобы был факт протечки зафиксирован. Далее управляющая компания пишет претензионное письмо в фонд капитального ремонта о некачественно произведенном капитальном ремонте кровли, если такой факт присутствует. После чего подрядчик по гарантийным обязательствам будет проезжать данную проблему, либо проведение нового капитального ремонта, либо какое-то частичное устранение недочетов. Как нам стало известно, специалисты управляющей компании в ближайшее время посетят проблемные квартиры и примут решение о дальнейших действиях. А мы будем следить за ситуацией. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Бивное ТВ.